Ах, кашка! Так начинается наше утро. Друзья, бордель. Что это? Вода. Вот, друзья, радуга. Друзья, скромный. Скромный. Вот, как говорит, не то, но очень скромный. Мутик. Очень мутик. Да, виноградники, подсолнечники, вино и погребки. Слышь, ас. Амсия, всем большой привет из Австрии. На связи Вена. Привет. Сегодня у нас 2 сентября. Вот и осень наступила. Но у нас еще пока хорошая погода. Солнышко, тепло. И мы решили с Францем сегодня съездить в такой старинный, замечательный, маленький городок, который называется Рец. Находится этот городок у самой границы с Чехией и знаменит своими виноградниками, винными погребками, но и также старой ветряной мельницей. Причем это мельница в рабочем состоянии и она работает. Очень мне хотелось посмотреть. Никогда в жизни я не видела настоящую мельницу, рабочую. Ну и мы решили с Францем съездить, посмотреть на этот городок, пригласить вас. Сейчас потом пересечем Чешскую границу и доедем в Кауфланд. Вот, друзья, мы приехали и нас в этом городке встретила свадьба. Вот так. Кто-то здесь женится. Шарики пускают, мыльные. Там впереди рынок. Вот так вот мы попрыгнем свадьбу. Что-то непонятно где. Ага. Итак, друзья, мы прям с вами вышли на площадь, на центральную этого города. И вот позорный столб. Вот я не знаю, почему туда, кверху, наручники, как его, подвешивали, что ли, человека. Нет, я встану, да? Ага. А у вас еще на платформе. Ну вот, Франц говорит, наверное, все-таки была какая-то платформа. И вот подвешивали. Это наказание здесь было. Мы прям с вами с корабля на бал. Кофейку можно здесь. Попить. Здесь какой-то фест, что ли. А вас из Даски? А, здесь и пиво оригинальное. Так, сейчас Франц мне купит Айн Розе Шприца. Тоже семья, наверное, какая-то. Это... Акацар. Академия. Повсиковая. Академия. 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 Друзья, просто. Я вообще-то откровенно говоря вот не эксперт в вине, не знаю. Люблю сладкое вино. Но это такое кисловатое. Туристов здесь немного. Очень много людей из Вены. Ну, вернее, машин видели с венскими номерами. Обращайте внимание на людей. На местные. На местных жителей. Это так интересно. Я люблю наблюдать как одеты, как ведут себя. Это такая вот особенная атмосфера. Это не город. И здесь немножко другие австрийцы. Вот она сейчас помынет. Паканчики. Посудомоечная машина. Раз и оп. Все будет чистенько. Ага. Ага. Это правда. Это очень плохо. Рецепт. Ох-си-мель. Ох-си-мель. Веселье. 1 кг 1 кг 1 кг 1 кг Вы уже решили? 1 кг 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 Смотрите, есть еще Ликюр? Это Ликюр. Сироп? Это Зитроненмелиссаф. И это наш Охси-Мель. Мы уже спрашивали, что это? Охси-Мель. Это с Апфелессой. Это сироповая плоскость. Это с Холунда или Промбелавенда. Для спрашивания и пить. Ага. Как я сказал, у меня нет сироповая плоскость. И сироповая плоскость. И сироповая плоскость. Хорошо. По плану Франца. Хотела бы сказать, что вот мы на центральной площади. Около этого позорного столба. Но я бы хотела сказать не об этом. Вот Франц написал очень интересный факт. Что на месте, где сейчас стоит этот город. 25 миллионов лет назад располагалось море. И оно тянулось через всю Южную Европу. До Черного моря и Каспийского. Так что нынешний РЭЦ стоит как бы на дне морском. Представляете, вот это особенность этого города. Франца. Это очень древний город. С такой древней историей. Я не буду говорить имена. Я их сама не запомнила. Кто здесь строил. Кто здесь воевал. Все разрушал. Но вот мы с Францем здесь буквально полчаса. Знаете, здесь такая особенная атмосфера. Я не знаю почему. Так приятно. Люди мне здесь очень понравились. Но вы поймете, посмотрев наше видео, почему. Они немножко другие, чем Веня. Субтитры行и. Да, спасибо большое. Оclubя. Продолжение следует. Новое. День. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не знаю, то ли туристы сидят здесь Или какое-то здесь празднество Кстати, эту башню при Радхаузе можно зайти 2 евро стоит 128 ступеней А это стул Так, куда? Первый, а? Все Ой Ну что, друзья? 120 ступеней 100 ступеней Мамбой Ой, женщина сказала, что наверху никого нет так друзья дуползли до часов вот друзья часы франц говорит были построены эти часы в вене ой вас издаст а вот этот сам механизм часов вот меня всегда удивляли вот такие вот механизмы представляете сколько лет здесь часам вот друзья в 1869 году в вене были сделаны эти часы для этой башни вот мы забрались с францем на башню ухты все вместе эта башня 57 и 3 метра красиво виноградники далее вот так вот можно пройти посмотреть по всем сторонам франц не любит такое дело ходить так друзья это северная сторона написано граница к вальдферталь и че и чехиш граница ну и вот самая такая сторона которая выходит на площадь кстати в конце сентября если у кого-то будет интерес последний выходной сентября вот эти вот фонтанчики и заполняют вину здесь проходит праздник вина так что если у кого будет есть кого есть вернее желание возможность приехать и посмотреть кто-нибудь пил вину из фонтанчиков вот можно будет попробовать друзья пошли мы вниз до франц первый пошел крутые ступеньки францов совсем старые стали ноги трясутся здесь написано что каждую субботу с 9 до час до часу рынок здесь можно купить и хлеб и булочки и мясо и колбасу и молоко и яйца в общем вся гастрономия кей лапа самые километра 20 километров вот эти вот подвальные винные погреба а вы а мы сейчас немножко здесь погуляем я хотела вот эти вот посмотреть дома и пойдем мельницу смотреть смотрите какая вода вода просто не чистой же но это не питьевая друзья не могла пройти мимо этого домика какой он интересный правда доме как книжка такой вот отельчик который называется белый лев друзья еще один домик с рыцарем мы с францем идем к дворцу гаттенбург посмотрим что это за дворец да вот друзья мы с вами подошли к замку или это дворец скажем так гаттенбург был построен в 15 веке но он тут написано что с 15 по 18 век его постоянно там строили перестраивали вот францем смеялся что была построена городская четвертая городская башня но она тоже в скорости была разрушена и франц смеялся говорит и в те времена строили из рук он плохо ну а давайте подойдем посмотрим фасад этого дворца смотрите здесь написано хир бах и и здесь собачка но это частные владения вот живет кто-то здесь выкупил ну видно не ремонтирован посмотрите какая башенка облезла я денег нет наверное очень скажем так такие дворцы требуют больших капиталовложений итак друзья мы с вами подошли городской церкви мужчина тоже навигацию сделал хотела бы сказать дорогие мои что это городская церковь известна с 12 века ну давайте друзья войдем с вами в церковь на существо на на при Субтитры сделал DimaTorzok 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 года это памятник он франц сейчас везу вот франц говорит это если покрутить то она будет это крутится так я не буду уж крутить крутанешь потом чем случится здесь закрыто там туристы экскурсии вот это ресторанчик здесь трактирчик вот здесь кстати пекут хлеб посолить сорта винограда друзья местное население так развлекается ледохузы следующий раз франц оденет ледохузы я а я буду в этом в диндоле диндол я вузы вот что там девочки писала скромную мальчиках австрийский итак друзья мы с францем выехали из этого городка рид или деревня не знаю дорфу до штаб франц говорит это деревня очень атмосферная деревня такая спокойная располагающих спокойно спокойствую и и и расслабляет не думала я что мы пробудем там до трех часов не получается у нас уехать в чехию едем мы домой в вену город я надеюсь и францу понравился он на связи с францом тоже город понравился надеюсь и вам наше путешествие понравилось желаю вам всего самого наилучшего и до новых встреч в эфире пока пока скромный мальчик